всем привет и сегодня я расскажу вам вот об этой красивой орхидеи это орхидеи котлея и сорт называется azure skies он вот такой вот очень красивый сиренево-лавандово-голубоватый получил я эту орхидею вчера и сегодня я буду ее пересаживать как я обычно делаю потому что все новые растения нужно осматривать и проверять на любых жучков паучков болезни все такое и также эта орхидея будет стоять отдельно от всех моих остальных растений примерно месяц чтобы точно убедиться что на ней нет никаких заболеваний на первый взгляд я очень довольна мне понравился размер этого растения и у него есть один маленький отросточек вот здесь что очень вдохновляет это еще не совсем взрослые растения но она очень близко к взрослому растение достигает полного такого взрослого состояния когда у него опять вот таких вот бульб а также не рекомендуется отделять эти бульбы потому что если вы их отделить то растение придется снова восстанавливаться и набирать размер пересаживать я буду мое растение вот в такой горшочек я пересаживаю всегда в прозрачные горшочки потому что это мое личное предпочтение мне очень нравится видеть как корни растут и потом вы всегда можете держать этот горшочек вот в таком то есть как бы затемнение потому что к италии не нужно светлый горшочек ну таким образом вы можете затемнить и вытащить если вам нужно посмотреть в каком состоянии корни чтобы особо не пересаживать растение и не доставлять ему неудобств также заметьте катали не любит очень частых пересаживаний и и пересаживать не чаще чем раз в два-три года причем только если я это нужно и она сидит в субстрате довольно долго ну то есть до тех пор пока у вас субстрат не начнет разлагаться пересаживать ее не обязательно итак приступим посмотрим в каком состоянии корни прислали мне как бы в живом состоянии а также хочу заметить что у орхидей болезни корни прогрессирует очень незаметно как блинские опять как всегда корни здесь особо нет но лист листи были здоровые потому что у них есть вот такие вот болбы в них очень много сохраняется питательных веществ так вот выглядит корни и я сейчас их обработаю физаном чтобы избежать некоторых проблем корни обрезать я не буду оставлю как есть с недавнего момента я не большой любитель обрезания любых видов поэтому я их оставлю даже если здесь есть сухие ну уж совсем которые вот такие вот сухие я уберу конечно но если у них есть какая-то надежда я оставлю и все я брызгала физаном и все чтобы любая какая-нибудь гниль или какая-нибудь там бактерии уже не жила здесь так я оставлю на 10 минут растений чтобы все как следует убилось мне не нравится что у этого растения нет новых корней это очень не хорошо и я надеюсь что растение выживет то есть несмотря на тот красивый вид корневая система по-прежнему не в хорошем состоянии сажать я буду его вот такой горшочек но я буду сажать в сухой субстрат и я дам этому растению постоять где-нибудь дня два-три перед тем как его поливать котлея у нее очень похож уход на филинопсис то есть большой котля котле котлеи нужно давать просыхать между поливами но не перепутайте с детками детки котлеи они должны держаться в постоянной влаге но влага с вентиляции и вот так вот выглядят мои детки орхидейки котлеи и как я вам сказала у деток должен быть абсолютно постоянный полив и они у меня вот в таких горшочках но в этих горшочках очень много дырочков потому что должна быть постоянной вентиляции если у вас недостаточно провентилируется ваши орхидеи то она загниет и субстрат я буду использовать средний для обычной орхидеи крупный субстрат в принципе рекомендуется для взрослой котлеи но мне он не очень нравится потому что я думаю что средний самый то также котлея считается воздушным растением и некоторые даже выращиваются без субстрата с голыми корнями и у нее на корнях ну на моих корнях этого незаметно но по идее у нее на корнях должны быть небольшие волоски которые впитывают в себя влагу из воздуха и листья нужно тоже обрызгивать каждый день потому что котлеи также как и филинопсис впитывает влагу через листья то есть это как бы влаголюбивые растения но корням нужно дать просохнуть очень хорошо между поливами утрамбовывать я ее не буду потому что как я сказала это воздушные растения и ей нужна корням нужна хорошая вентиляция поэтому я просто так очень слабо положу сюда субстраты и она должна там дышать и чувствовать себя удобно хочу также добавить что котлеи это очень солнцелюбивые растения поэтому ставьте его на восточное окно буквально на прямые солнечные лучи единственное что не ставьте его на прямые солнечные лучи во время обеда потому что лучи могут быть слишком сильные и сжечь вашу орхидею а так у этой орхидеи у орхидеи котлеи должно быть очень много солнечного света иначе оно не будет цвести если у вас недостаточно солнышка вот ну естественно используйте ваш здоровый смысл если вы видите что у вас начали появляться ожоги то обязательно передвиньте эту орхидею но если вы видите что ваши листочки очень очень зеленые буквально такие темные изумрудные то это прямой показатель что вашему растению не хватает цвета поставьте его поближе к окну и как я сказала уход точно такой же как за филинопсисом так что если у вас есть филинопсис то я не думаю что будут какие-то проблемы с котлей и кстати хочу сказать что до того как филинопсис стал супер популярным единственный популярный орхидей который была везде это была орхидей котлея и несколько слов про удобрение я знаю что очень многие люди не сторонники удобрений и я это вполне понимаю потому что а все натуральное всегда очень классно но хочу заметить что в том что тропическое растение находится в вашей нетропической квартире нет ничего натурального поэтому я большой сторонник удобрения и любого поддержания жизнедеятельности растений и если вы будете пользоваться удобрением то удобрением то для этой орхидеи рекомендуется удобрение 30 10 10 и удобрять я обычно удобряю три раза три полива с удобрением и один полив просто с водой который вот этот один полив дает мне возможность смыть любые солевые отложения которые отложились за время удобрительных поливов это мое личное мнение это то как я выращиваю свои цветы конечно есть много других мнений и я уверена что они тоже правильные но это это как бы мой опыт это то что я делаю со своими орхидеями единственное я всегда кладу немного меньше удобрений чем сказано в инструкциях потому что лучше не доложить чем переложить если вы переложите удобрение то она сожгет ваши корни сожгет вашу орхидея в этом не будет ничего здорового так что будьте на надежной стороне и немного не докладывайте это удобрение можно даже много не докладывать даже если у вас чуть-чуть будет удобрение в поливе это уже принесет бенефиты надеюсь я рассказал вам все о котлее если у вас будут какие то вопросы обязательно спрашивайте на этом все желаю всем хорошего настроения и до скорых встреч до новых встреч